Сейчас воды с промплощадки комбината сбрасываются по четырем стокам, причем на двух из них в водоемы попадают только дождевые талые воды, то есть нетехнические сбросы. По подсчетам экологов, в год это около 200 тысяч кубометров. Вопрос с этими сбросами на комбинате планируется решить уже к 2013 году. В этом году уже приступили к реализации мероприятия по ликвидации выпуска номер 8. Да, именно, я не оговорился. Мы планируем не строительство очистных сооружений и очистку до нормативов, а просто-напросто этот выпуск ликвидируем. Значит, ликвидируем мы его посредством строительства насосной станции и забором обратно в оборотный цикл всей той воды, которая отводится с территории промышленного порта. Сейчас сточные воды промышленного порта попадают в Шекснинский русловой участок Рыбинского водохранилища. Насосная станция позволит очищать эту воду в несколько этапов. И после этого использовать в металлургическом производстве. Такая система, по мнению экспертов, улучшит экологическую обстановку. Эта вода будет после очистки и до очистки возвращаться в оборотную систему комбината, в технологические циклы. И на эту же величину будет сокращено потребление речной воды из Шекснинского руслового участка. То есть это мероприятие имеет двойной эффект. Это сокращение сбросов сточных вод и сокращение потребления речной воды на технологические цели. Строительство насосной станции обойдется Черепаевскому медкомбинату в несколько десятков миллионов рублей. Специалисты уже подготовили проект на сменную документацию. И в районе промышленного порта сортовали работы. Насосная станция будет представлять собой стеклопластиковый цилиндр в диаметре 3 метра с заглублением 8,5 метров. То есть внутри этого колодца и разместится насосное оборудование для перекачки ременевых стоков и сороводерживающая корзина. При строительстве будут использоваться самые современные материалы. Стеклопластик, ПВХ, нержавеющая сталь. Они не подвержены гниению, коррозии. Как обещают поставщики оборудования, оно прослужит не менее 50 лет. Добавим, что из 100% воды, используемой на производственные цели, 90%, то есть практически всю, комбинат использует повторно. Пройдя ряд очисток, вода возвращается в цеха. Такой технологией может похвастаться далеко не каждое металлургическое предприятие.